Если взять километры трамвайных путей Улан-Удэ, можно проложить мост от Турки до Альхона. Каждый день трамваями пользуются более 50 тысяч пассажиров. Трамваи – самый экологичный транспорт, и они всегда приходят вовремя. И это все. Больше о них горожане ничего не знают. О людях, внутренней кухне и многом другом в программе «В ритме города». Наш отдел занимается, прежде всего, разработкой расписания движения. И, конечно же, мы требуем от водителей трамвая неукоснительно соблюдать его, чтобы наши пассажиры не испытывали дискомфорт при ожидании вагонов. То есть они у нас ходят строго, соблюдая расписание движения. И мы за этим неустанно следим. То есть любое его отклонение для нас недопустимо. У нас расписание, вот мы его сейчас установили в количестве 48 единиц. Больше мы выпустить, конечно же, не можем. И меньше, конечно же, тоже не выпускаем. То есть сейчас у нас в рабочие дни выпускается 48 единиц. В часы пик зачастую мы не можем соблюдать расписание движения из-за автомобильных заторов, которые у нас возникают. В частности, на элеваторе сейчас у нас самое проблемное место. На октябре раньше тоже мы стояли, теряли время, так сказать. Получается, что у нас трамвай везет сотни пассажиров, да. А иногда мы стоим из-за одной машины, которая почему-то встала на рельсы, не пропуская наш трамвай. И сотни пассажиров ждут одного, так сказать. И вот поэтому мы, конечно же, теряем время. Расписание сбивается. И тогда наши пассажиры ожидают на остановках гораздо дольше. Потому что мы друг за другом, мы же объехать друг друга не можем. Поэтому если один вагон стоит, то все за ним становятся. Здесь у нас находится центральный диспетчер. Это главный диспетчер. К ней стекается вся информация, в том числе по движению вагонов, любые аварийные ситуации. Значит, это координатор, получается, у нас такой всех служб в нашем трампарке. Кого нужно, она всегда вызовет быстро и оперативно. Вот, например, сейчас у нас все трамваи эрадированы. Вот сейчас, видите, конкретно. Алло, 21, у вас ДТП? Повреждения, пострадавшие? Вот сейчас конкретно у нас, значит, произошло ДТП. И сразу тут же сообщается диспетчер. И водитель, значит, идет и решает вопрос. То есть она сразу смотрит, есть ли пострадавшие, какие повреждения, что говорит водитель автомашины. То есть мы понимаем, что зачастую ДТП происходит по вине автомашин. Сейчас вот все будет выясняться. И мы, конечно же, скорейшее открытие движения. И мы будем принимать все меры к этому. Сейчас мы, возможно, договоримся с водителем. Она напишет, он напишет нам расписку. И трамвай продолжит движение. Но сейчас все будет решать пострадавшие и повреждения трамвая. Конечно же, будет вызвано ГИБДД. Если, не дай бог, нужна скорая, вызываем тут же скорую. Если нужна, значит, аварийная какая-то автомашина, если вдруг вагон сломался, бывает и такое, что ДТП у нас, вагон неисправен, не может дальше идти, ехать. Значит, мы вызываем аварийную машину. Вот сейчас мы можем вызвать аварийную, узнать, где они находятся? Азер-111, ответите Азер-101. Где вы сейчас находитесь? Где вы сейчас находитесь? Азер-111, слежу, не забрали? Не забрали. Ну, сейчас поедем. Вот, то есть, вот так это все у нас происходит, все оперативно и быстро, любая связь тут же, можно сказать, несколько секунд. Какой простой у нас сейчас? Получается, из-за ДТП у нас простой 6 минут, то есть водитель автомашины признал свою вину, оперативно убрал машину, 6 минут. Из-за ДТП нарушается расписание всех трамваев на линии, что тогда делать диспетчеру? Обычно на конечных у кондуктора и водителя вагона есть несколько минут, чтобы отдохнуть. В случае ЧП или отставания от графика, экипаж отправляется в новый рейс немедленно. В таком случае задержки в расписании будут минимальными. Здесь у нас в диспетчерской находится диспетчер конечной станции, который непосредственно отвечает за маршруты 7 и 8. Уже целенаправленно работает только с этими маршрутами. И всю информацию также передает центральному диспетчеру. То есть, а здесь она отмечает свои вагончики по маршруту. Как у нас дела? Да, тут вот, хорошо видно. Здесь все по времени. Много? Много еще пока. Пока еще никто не спит. Буду просто бить. Все, мог, ничего. Сдают мне путевку, я делаю отметку, кто в путевом листе. Отмечаю время. Я ему отметку делаю, что он приехал вовремя. Смотрю также, что с ним ездит кондуктором. Смотрю также на психологическое состояние моего водителя. В каком он настроении. Есть молодые водители, которые недавно только пришли. И бывает, что они немножко опаздываются. Стараюсь подбодрить их, чтобы они не терялись. Ездили, перевозили наших любимых граждан, пассажиров нашего города Улан-Удэ вовремя. Если трамваи все-таки опаздывают, люди звонят именно диспетчерам, чтобы узнать, когда на остановку приедет новый вагон. Если вы автомобилист, всегда уступаете движению трамваю. Иначе вы рискуете потерять не только свое время, но и можете отнять его у других. Субтитры создавал DimaTorzok